Посылат номер два. На земле изначально росли культурные сорта и виды плодовых растений, последствий из-за природных катаклизмов одичавших. Я неправильно написал. Видите, я тоже меняюсь. Приспособлившиеся, ухудшая качество плодов и увеличиваем там адаптацию. Чуть-чуть бы исправить. И нормальный постулат. И что вы думаете, значит, дама в этом же журнале, который называется «Вестник садовода», знаете, что написал? Что железов несет дичь. Железов несет дичь. И нашелся, ну, естественно, все остальные отмолчались. И даже краеугольное, я же говорю, мы можем прививками все восстановить. Это краеугольное постулат. Он же не зря у меня уже вторым номером идет. Хотя их тут стук 200 у меня. Краеугольное. От этого зависит дальнейшее действие в саду. Вот. Вы знаете, как называют эти самые, все, что мы видим, отклонения. Мичурин еще не всеми занимался. Я когда начал вспоминать почковые вариации, ментор, вот, споры, химеры, гибридизация, мутация, атовизм. Так вот, все это. Хотя это категорически, отрицал Мичурин, есть атовизм. А раз есть атовизм, значит, мы все можем. Кстати, у нас хвосты вырастут, если вернется лейкой вперед. У тех, кто выживет, не у всех. Так вот. Листаем дальше. И вот Павел Трунуай, единственный садовод Москва, может быть, не в высоких чинах, часто попадается в его статьи. Своим постулатом номер два. На земле изначально росли культурные сорта и виды плодовых деревьев. Впоследствии из-за природных катаклизмов отечавшие, Валерий Железов затронул одну из интересных тем. И вот уже человек с нормальными мозгами, таких, как у Латинкова, Бродского, Надеюсь, какие у меня, не самое прохише, вот это вот написал статью. Вот сейчас вы ее увидите ниже. А пока еще такой момент, это очень важно. Я про творчество. Эту фотографию мне прислала уже ныне покойная Татьяна Александровна Нага. Вот чудо-женщина. Смертельная болезнь отодвинулась на 10 или там 20 лет. Она силой мысли начала переделывать эти самые. И она же, почему? Она в эту мою концепцию-то и вкладывается. Да, силой мысли. Но здесь вот в этих вот одичавших совершенно негодных плодиках были качества такие, которые у нее, а эти семена посела, вот такие получила. Чудо-сказка. Это вот с таких. А с нормальных, смотрите сюда. Это второе и последний случай чисто райского яблока. Мы все пытаемся восстановить, что было в раю. Я имею в виду на территории России. На юге там есть такие плоды, там 200-граммовые абрикосы или 500-граммовые персики. Или даже еще больше. А у нас редкий случай. Чем он кончился? Ничем. Никому не надо. Сколько я об этом говорил. Спасайте ее, сорта. Она умерла. Ай. Ну и вот, наконец, Павел Транвай, единственный, который действительно, ну не считаю, главный редактор, который написал десяток моих статей, который единственный, величайший случай, который пошел этим же путем прочтать эту статью. А мы продолжаем вот эту статью, где бы Ванька жил, поняли, да? Вот это вот фаина. Вот. Она приготовлена привать кому? Сам себе. Это называется контрольная заготовка. Вот смотрите, какой была фаина в прошлом году. Теперь позапрошлом. Вот такой. Она изменилась даже на одном дереве. А райскими эти плоды побыли всего, это она же. Это тройной этот. Помните, я рассказывал? Три сорта участвовало в ее создании. Вот. Единственный случай, единственное дерево, единственный год, единственный случай, чайши. Кройши. Единственный. Когда она была атакована пчелами, осами, бабочками, все было сожрано прямо на дереве. Больше не повторялось. И запах меда долго еще хранился. Я ходил и пронюхивался. Это чисто райское. Вот такими были в раю, где, как помните, там растения, эти животные, люди не жрали друг друга, им хватало плодов. Это, конечно, таких плодов. Если пчелы осы жрали. Вот. Сохранить не удалось. Теперь. Значит. Давайте о подвоях. Самый уникальный подвой. 15 я рассказывал, ничего не изменилось. 15 ведущих срезал, 12 до сих пор лежат. Самое сырое место. Принято то, чего мы говорим с Латинковым, Бродским, но почему-то... Как помните, Раевский, этот генерал, не согласился бы с железом, как написал. А этот Раевский, ученый, да, конечно, не согласился. То есть это никакого влияния не имеет. Но у меня нет возможности. Сергей не может заниматься селекцией. Вы понимаете, что вот эти 12 веток лежит, а в них гены вот этого королевского суперабрикоса, вот где он там, дальше увидите, вот эти огромные плоды. С него, а, кстати, с его потомков, это была первая, вот как сказать, вот прививка была здесь. Я тогда с дуру привал очень высоко. Вот здесь привил Серафим, здесь привил Королевский. Вот, высоко, сейчас бы я привил ниже. Но это дало возможность мне, когда ветка Серафима рухнула, видели. Кстати, ни одной куточке тоже никому не понадобилось. Сматочного Серафима. Но уже последний год взяло предпоследствием, выросло вот это чудо. Как будто специально, возьмите меня, ведь я же тоже не вечный. Вот, Сергей на него поглядывает, поглаживая бензопилу. Вот, он мне говорит, ну эти древи, вот на этом королевском плоды измельчали, они сейчас примерно 40-50 грамм. Так, если эти ветки с королевского вернуть, как я говорил, они снова будут 100 граммовые. Ну не 100, но 90 точно. Это 100% вероятно. Потому что уже возвращал. Так. И в других садах саженцы дают огромные плоды. А здесь-то, часть гена переселилась в дикаря. И доказать бы это надо, потому что сколько можно. Мичурин против, ранний камп, который на это, он же как, это его фраза, что не согласился бы. Он не сказал, я не согласен. Возможно, это не его как бы, но просто человек эту тему поднял. И вот эти вот манчжурские веточки, манчжурца, которые наверняка гибридные. А я не зря еще упомянул одно из названий, которое я упомянул. Это это самое. Это, 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 господи. Химеры. Вот. Надо же как. Вот я показывал ту фотографию, что прислал этот. Где там 100 граммовая, 100 граммовая, 100 миллиметровая зона, да. Я не зря показывал. Нас же из-за этого химеры называют этими шаманами. А эти называют химерами. И вы думаете, эти ветки, они что, погибнут. У них манчжурца, у них качество плодов, ну, как минимум, в два раза будет крупнее. А может и три. Это надо доказать. Это надо привить. Вот так вот. Вот, Дарья Александровна, выдаешь себя? Я знаю. Ты не помню, зачем. Я тебя заставил фотографироваться. Почему? Мне не верили, что вот это все в моем саду. О, кстати, вот, видишь, Даня, вон он персик, в котором ты фотографировалась. Вебинар-то был уже в прошлом, по персикам. Вот. Вот так. Только еще дерево молодое. Вот оно еще, да. Кстати, говорили, я у него там двухметровый снег. Вот. Так вот, я тебя сюда пригласил в качестве фотомодели, иначе кто бы мне поверил. И на многих снимках ты фигурируешь. А сейчас, блин, Тимоша. Ну, кто поверит? У него двухметровый снег, все, точка. Так вот, прививка, это дерево сад. Сразу грустное и хорошее. Я испытал, так, подвой свирка. На него был приведет жигулевское. Это мощнейшее дерево в своей основе. И на нее натыкал еще 8 сортов. Итак, перед вами 9 сортов. Отбор закончился. Значит, выбрал только анис. Остальные меня не устраиваются. Ну, как для меня это. Ну, как запорожцы, как автомобиля К. Вот. Вот что для меня это самое. Поэтому, вот только это заинтересовало. Анисалы. Я привил, потом не уберег. Надо было не одну прививку делать, а 10. А я и так заменил кучу институтов. Сколько можно. Прививка. Центральный проводник. Сделано для цели снизить рост дерева. Так. Вот. И испытать новый сорт. Сейчас я поумнел. Вы видели, огромная груша у меня с огромным урожаем. Почти все. Новичковый вариант это 2-3. Все это видели. Это один из примеров снижения. Потому что модно стали дерево-карлики. Но я вам для чего говорил, что я теперь противник этого. Удачная прививка. Испытал сорт. Вот это я привез Украины. Я привез Golden Derish. Видите, вот она. И привез Квинти. Правда, тамошний садовод назвал ее Квинто. Вот. Ну, Квинто да Квинто. Шикарные яблоки. Вот. Я потерял из-за скелетных привек. Они через 2-3 года умерли. Но по паре плодов дали. Но потерял 2-3 года. Почему я сразу не привел на это самое. На постоянное место. Правильно. У меня было 11 соток. На острове сад сожгли. Это я потом начал прикупать у всех соседей. Там дорогу прихватизировал. Так. Лишнего наговорил. Там, значит, это самое. Справа, слева. Платил, платил. Знаете, сколько платил? Миллион. Потом 200 тысяч. Потом 500 тысяч. А до этого цены были скромнее. В общем, да. 2 миллиона. Имею сейчас полгектара. Ну, на пару с сыром. С сыном. Так вот. Почему я потерял 3 года? Мне некуда было приткнуть этих. Вот он рос. Вот уже 2. Вот уже хорошо перенес. Хорошо спас. Еще кто же, естественно, Украину меня отправит. Я же там сразу полезу в драку. Я же боец. Вот. И успел перенести. А потом это погибло. Это погибло. Еще не. В общем, скелетные прививки гибнут только так. Вот здесь идет борьба. Тот, кто вот привил, что улучшит что-то. Ухудшить только можно. Я имею в виду, что. А. Морозостойкость считается по двое. Привой пойдет. Увеличится. А, допустим, этот 40 выдержит. Этот с Украины 30. Значит, привиле будет 40. Ага. Он при 20 может замерзнуть. Все зависит от того, какая борьба идет в месте прививки. А там идет страшная борьба. Вот это вот яблони. Так. Кто бы мне премию дал за то, что я ее выкопал? Ну, представьте себе, как только под такое. Только фанатик может выкопать целиком. Только для того, чтобы ее сфотографировать и отправить эту статью в эту газету. Вот. Так вот, одно из моих наблюдений, открытия, гипотез. Курдюмов говорит рано про открытие, говорит, никто же не проверял. А. Вот наша вегативная гибридизация. А она действительно, еще раз скажу. Еще раз. Вот, видите. Была такая. Ну, хотя бы плоды, да. Через 8 лет стало такое. Вот. Так вот. Мне это дало основание сказать следующее. Что удержать качество новообретенного сорта, или сорта образца, ну, или там, сырого сорта, предвестника сорта, невозможно. Почему уже ветка, которая бралась позже, переносили, это все ладжио. Маточное дерево в начале пути, почти в конце пути. Но тех, которым по нескольку лет, они моложе, они все равно стали мельче. Это обратная сторона медали. Гарантировать мы ничего не можем. Вот. Они были предельно крупные, жесткие условия, стали мельчать. Они были мельче, до этого, до этого. Я им создал особо условия. Ну, это как карточная игра. Как карты ляжут. Вот в одном случае легли так. У меня теперь есть 3-4 дерева поины. Они прекрасные, вкусные. На месте. И окрас разный. Плодояк окрасный. Но я вам уже показывал. Вот этот момент. Вот. Так. И что получается? Получается, что... Сейчас дойдем до нее. Вот. Следующий момент такой, что одно из моих открытий звучит так. Если я сюда привлю, меня, допустим, прививку сделал, я специально выбрал фотографию с длинным корнем. Их такие. Очень неудобно. Выкапываешь, а корней почти нет. Вот так рубится же. Вот. Вот здесь, допустим, сделал прививку. Пошел прекрасно новый сорт. Культурный. Снизу, допустим, пошла веточка, которая, по идее, дикая, но на самом деле оккультуривается. Доказатель с моря. Это у нас. Вот. Но я уже дичь парю. Так вот, значит, еще что меняется. Качество, заложенное в генной памяти прививки, которая становится деревом, а начинается-то с одной-двух почек, меняет конфигурацию, или как сказать, скелет корня. Это тоже важнейшее наблюдение. Но с этим надо работать. Вот, господа ученые, вот. Скажите, где вы это читали? Нигде. Теперь вы должны знать, что не только здесь меняются ноги на вы. Корни меняются. Корни. И теперь мы можем делать корни глубже, ширше, шире, как хотите. Это важнейшее наблюдение. Вот. А почему я вам показывал Фаину? Вот. Почему, когда ооо, это самое, ушли со сцены и были задвинуты, забыты о Шельмова-Налысенко с Мичуриным? Так. Почему? Потому что подтвердить. Как наука говорит. А, вот. Я не только этому, президенту Беларуси, отправлю книгу всю. Я еще комиссию по борьбе с женой наук отправлю. Вот интересно, да? Они только запрещать могут или еще и это. Что-то новое почувствовать. Там же даже и самые умные люди работают. Проверим. Это будет тест. Вот. Хотя я знаю, что шансов вот так, процентов 5. Ну, ладно. Итак. Значит. Почему ученые отказали в доверии и разогнали школу Мичурина и Лысенко? Потому что в основе науки лежит... У них тоже есть постулат. Такой постулат. Истина признается за истину. Опыты признаются достоверными. В случае их повторяемости. Вот. А повторить это никому не удастся. Само направление верно. Имеем широчайшую палитру. Сибирь. Чего только нет. Вот. Чего тут только нет. Ну, к сожалению. Что скажет комиссия положенауки? А вы еще одного такой вырастите? Вот такой вот. Еще одного. Во. А я ее. Чтобы вырастить. Ну, я хочу тебе жизнь посвятить. Не мне, а науке. И закрепить. Латинко взялся. Господи. 62 года. Такую упряжку мне заранее жалко. Не его это делал. По большому счету. Вот. Не его. Нам не вернет 20 лет в молодости. Так. Ну что. Сейчас у нас получилось, что мы дошли вот до сюда. А конкретно прививками еще не занимаемся. Вот. Пропустите. Давайте сделаем так. Вот это вот вы потом прочтете. Почему? Потому что здесь очень полезная информация. Очень полезная информация. Дело в том, что она и от жадности, или как сказать, ну от хорошей жадности, от человеческой жадности она еще и верхушки черенков привала. Вот. Ну и получится так, что получится так, что это та самая дама, которая нам прислала ролик, видели там на яблоне груши. А вот мои груши. На груши, правда, но в виде скелетной прививки. Еще раз говорю, короткий век прививки в скелет я лишний раз повторяю, лишний раз повторяю, они ненадолго. У меня три года была вот такая картина, первые два года даже и больше было. Вот. Нарядные фильмы, которые так эти две годы не плодоносило. Когда заплодоносило, эта ветка уже была мертва. Перенес. Лада у меня теперь достаточно. Объедаюсь. Но, к огромному моему сожалению, значит, я потерял не три года, я уже на второй год начал переносить. А вот эти скелетные прививки так меня затормозили. Вот. Привитые королевский абрикос. Вот. Избит морозом страшно. Вы считаете, что ему хана. Вот. А ему уже была хана. Он уже один раз так обмерз, что я взялся вот этот, тут отрезал, видите, тут отрезал, он был поменьше, вот тут отрезал. Есть фотографии, я даже это показываю или покажу, когда будет про обрезку. Вот. Восстановилась. Как она росла, вот так вот, видите, совершенно здоровая. А вот где низ-то не отрежешь, не тут же было резать. Я железо утверждаю. Если бы я вот эти все страшные раны замазывал бы, но себя ли вырезал, то, что острый нож это святой, то вот. То его уже давно бы этого дерева не было. Я утверждаю, когда я вижу эту картинку, обсыпается, это дерево по 30 лет, обсыпается старая кора, как шкура, вот, змеи, также вылазь, шкура, вот это, вот это, вот, это абсолютно здоровая древесина, абсолютно здоровая кора. Все, она вылупилась, она восстанавливается, и дерево еще близко не сможет умереть. Почему? Самолечение. Я вот это сделал тогда, потому что дальше ветки были практически все сухие. Вот. Но, где могла, вот так вот, раз, вот, видите, прекрасный побег. И она прекрасно плодоносит. Доказательства? А вон они, косточки, сожранные мышами, обыгрызли, видите? Вот так. Вот это, поэтому еще раз говорю, до конца уже. Просто нашел хороший подходящий с него. Как бы мороз не бил, не лечите абрикосы. Самый морозный в мире персик. Он не привитый. Теперь осталось взять эти веточки. Так. Почему самая морозная в мире морозы до сорока? Не этой зимой, но это пока, до тридцать пяти пока. А годом раньше до сорока. У меня персики не привитые, обмерзли, по уровню снега. Не привитые, получше, но один умудрился полностью. Привитый, замерзный персик. Такое. Вот. Ну, всего один. А вот это вот не привитый и не замерз. Видите, где у него эти там ветки, откуда полезли. Подмерз, да, но не замерз. И теперь мы имеем самый морозостойкий в мире персик, который сколько мог разослаться. Я привил. Это один из способов оккультуривания. Я же как говорю, вот допустим, вот здесь была бы прививка. Я бы сказал, что прививка принимает в себя морозостойкость. Ну, например, эта же сережка вот тут была бы привита. Что она принимает в себя морозостойкость. вот эта сережка заменится на сережку вот этот кусок. Так. А сама сережка даст сладости и крупности вот этим плодам. У меня есть целый фильм. Кто вспомнит, там машина собирали плоды, потому что машина высокая, а иначе бы все птицам бы досталось. А косики достались мне. Они молодцы. Честно отдали все косики. И вот получается, а ели-то как. И вот получается, что этот способ понятный, а вот это непонятный. Тут получается как? Их было сильно много. Вот этих. Планировалось соседом, это я выкупил у него. Когда Даш позировал, это был чужой участок. Так, а вот это бы якобы нам сосед бы, когда бы я ему привил, еще бы подросло, это бы он отрезал. И собирался отрезать по чуть-чуть. Так, 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 так. По чуть-чуть. А вот это бы давать простор. Не успел. Они все погибли. Раз, два, три. Погибли, но вечная сибирская хтамба это кислятина. Мелезга оккультурилась. Вот это с помощью черешни. Это называется способ. Ну, в данном случае я бы назвал его по-мичурински насыщение ментора. Но ментор понятие временное. Вот. Потому что, когда вот это погибло, вот это черешня, он должен был и ментор исчезнуть. И все как у людей, как у Раевского, как у этого, у Мичурина. Нет, ребята, дело в том, что Мичурина произнес, надо вот там выше говорить, но я боялся выживать. Тебе больше терпения испытывать. Мичурина произнес фразу, таких фразов на всем садоводстве две. Страшные, которые нанесли вред, это теория, как бы, которые нанесли вред практически садоводству, необыкновенные, страшные, смертельные. Поэтому мы едим всякую дрянь. фраза, сказанная теми разем, мы до нее доберемся в другой раз. А вот она касается обрезки. А фраза, которую произнес Мичурина, он 28 лет в Ростовске повышал, 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 и когда у него все погибло, вот, он сказал, написал, цитили по памяти, но точно, подставка, на хладостойке подвое, нельзя увеличить морозостойкость полевое. Страшная фраза. Она дожила до этих дней, поэтому нам и говорят, что хотите чего-то добиться, объективной гиблизации не существует, садите семечки косточки. Вот Лариса Андреевна, хоть я немножко про нее прошелся, по ней, она, кстати, у нее может быть мое влияние, но не верю. Она написала Сафронова, что кое-что читала из Железова, или там слышала, изучала. Вот. Переходит на подвое из Манджурска, где, кстати, будет брать? Вот мне вот это интересно. У меня же все готово, она что, собирается еще 33 года посвятить, как я. Это сильно много, если с нуля. А где же еще возьмет-то? С дикого леса? Вот. Так это она же ездила, спидится в Среднюю Азию, и что теперь, в Католинские горы лезть, что получается? А тут готовая, и уже гибелидная, то есть вегетативная гиблизация, раз существует, придется ей поверить. Тогда несколько лет, и в нее она правда переведет все свои абрикосы, она сказала, написала, это ее никто не тянул за язык, за перо, что начинаем работу с малышевыми абрикосами. Это я в 100% мое влияние. 100%. Вот. Так же, как наверняка я раскрутил, кто же знал, что есть замечательный этот самый, этот самый. Ну ладно, не буду отвлекаться, я многие раскрутил. И вот, значит, получается, что выход есть, так, им надо только уметь воспользоваться, а с ней получилось, поехала она в Среднюю Азию. Страшная ошибка, или может путешествие было интересное, ну типа туристическое. Семен набрать костик это не проблема. Сел, выпрыгнул, костик есть. вот, единственный случай, вот это вот королевские, это чужого сада, есть у меня другу, ну сильно не распространяется, у него как бы, мы его называем пианист, пианиста, ну это его профессия бывшая. Вот, вот он вырастил вот с таких королевских, вот такие вот, ну уже с дерева, не украиняем, не то слово, которые не имеют прививок, то есть корни собственные. вот, это страшный сон, привитые деревяства, вот, я сейчас говорю, уже говорил, но должен повториться, прививать нужно в самой земле, это с точки зрения любой, с точки зрения генетики, морфологии, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения того, что тут хирургический шов окажется под снегом, с точки зрения, что нижние ветки, они самые эти, скороплодные, потому что, вы видели, там на 2 метра отрезается, и ждут урожая от верхушки. А я, что думаете, зря вам это, рассказал историю, две истории, как я верхушки лично прививал, да, лично прививал верхушки. И что получилось? А они взяли, поотрезали все скелетные ветки, помните, вот эта страшная картина, фотография из этого, жаль, не догадался сюда вставить, или вставил, ну, посмотрим, вот, следов, это сварок, следов не найдете прививки. И после того, когда они собрали, они снова посыпались, внимание, потом захотите, сможете установить, то или не то, они снова, вот, следующий момент прививок, он очень важен в каком плане? Вот эти, сварок, он имеет в своих родственниках ту самую сурийскую грушу, дикую, она не испортила мне ни нарядные Эфимова, мирового лидера, Осенняя Яковлева, сладчайшая, Бельгийская лесная красавица, сладчайшая, вот, память Якова, еще, это самое, там несколько сортов, лада, там, Чижовская, она не испортила, а здесь, понимаете, что получилось, она на основе, у сурийской груши был создан сорт сварок, и получилась масломасляная, то есть, у молодого дерева были крупные, даже огромные плоды, вот, и, и распространяла наша Шушенская, официально все, Шушенская, это научная организация, ГСУ, вот, я не раз с теплотой рассказывал про Байкову, вот, она, это самое, она распространяла саженцы, ее в округе было много, но, холодное лето не хватает, жаркое лето, она очень вкусная, и все-таки приходит момент, когда вот эта невероятная морозостойкость и сумасшедший урожай, помните, там, одна ветка в 10 литров, соседу склонилась, это мы проходили, это следующее дерево, я все стараюсь в новой снимке вам показывать, вот, и вот это вот сверхморозостойкость, сверхморозостойкость, сверхуржается, становится минусом, для такого сумасшедшего урожая это все в один год, так, кстати, даже садна, похоже? да, даже со спины, так вот, это уже недостаток, что я делаю, правильно, прививка спасла, вот это вот, мы когда заполнили, она с Сергеем, твоим братцем, прикупили участок, вот, я тут же моментально, вот, видите, и она снова стала сладкой, даже Сергей удивился, он уж думал, что и это, а то бывало, холодное лето, дождливое, это, не хватает сахара, а тут еще и урожай, сумасшедший, было бы в два раза меньше, были бы плоды крупные, сахара больше, было бы в три раза меньше, хватило бы нам, поэтому собрали, для семечек, для вас, друзья, а это так ушло под снег, а богатство какое, как бы мы обеспечили, если бы на Новорече, перешли бы, научные организации, отказались от этой ерунды, чем занимаются, вы уже много чего знаете, иногда, я же объективен, это там же, буквально соседнее дерево, иногда мельчает в два-три раза, подвой пересиливает, а это место весь, хоть привито у земли, а привито у земли, чтобы привой, мог соперничать с подвоем, чтобы подвоем просто не выпнул под зад, как часто случается, вот сплошь и рядом, вот у меня росло-росло, умерло, вот росло-росло-умерло, вот, бывает, но, еще раз говорю, вот то, что вы видите, яблочки стали в два раза мельче, так, даже, наверное, три, и возьму веточку, привью и верну им, вот, ошибся, страшно, ничего я ошибался, страшно, и мы в наши подвои, знаете, два пути вернуть, на юг отправить, и там возродиться, у меня в свое время, я начинал, а это касается всех вас, друзья, и вы еще потерпите немножко, вот, по прививку говорю, и мне присылают, Чернышев, серьезный мужик, ученый, садоводец, Саратова, семечки, шелковец, а я их вырастил, выросли, ну, там долго про адаптацию рассказывать, из 205, прошли испытания, северные, а потом, из них, это, нет, 10, 5 из них оказались женскими, и начали плодоносить, вот, посмотрите на свои ногти, я потом последний в отчаянии вырубил, просто, когда я пробовал перепривить, не удалось, шелковец, самый тяжелый, например, самый тяжелый, считается, этот, манжурский орех, шелковец, вот, не получилось, так обидно было, я их даже вырубил, то есть, ну, я сделал один звук по салату, звучит так, если, да, Исана, можешь идти домой, потом досушишь, если, а Тимоша где притих, то елки, я думаю, спит, но он, кто упорно, никогда не ляжет без меня, так я что-то про соню не сказала, ладно, хоть что-то в голове застряло, застряло, завтра экзамен устрою, так, ну, ладно, значит, если это, самое семечко, не такое же, не из этой же партии, не из этого же урожая, а именно его же, мысленно, так сказать, гипотетическим способом, перенести в Италию, оно же даст более крупные плоды, возможно, даже стандартные, вот на этом основана вот эта идея, что был рай, были райские сорта, были райские плоды, вот, но катаклизм, а мы сейчас севернее, 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 и вот это первый путь, возвращение на историческую родину, чтобы вернуть сортность, раз, второе, как шаламай, который засунул, вырастил в теплице, и укрупнились три раза, два, я его пытал, нет ли ошибки, и, наконец, специальный подбой, специально для этого, сделанный с помощью, настроения ментора, вот, и качество возвращается, почему, до Сибири, до морозы, но на этом подвое, он не чувствует этих морозов, не чувствует, а то, что вы видели, морозобойные жуткие, а что же вы хотели, где Франция, где Сибирь, так, последний год, у меня, плодоносила, ранетка, исполнилась, 30 с лишним лет, прекрасные, вкусные плодики, их можно было есть, как яблоки, дичало, 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 задичало, кажется, что она, на самом деле, невкусная, она, в ней уже практически нет семян, вот, так, и я все-таки взял, как это, и одну, довел до полношения, одна семечка, ну, вот она, то есть, семечка, родительское качество, не, даже близко не повторило, вот, короче, сейчас рука не поднимается, его надо рубить, его можно использовать для этих самых, для подвоя выращивать, но я все-таки решил, что должно быть красное, почему красное, то я рассказывал, вот, Дарья Александровна собирает сливы, вот эти сливы, которые уже много поколений, а, вернемся к прививкам, если с него взять веточку, уже, вот она вроде жалкая, вот так, как он говорил, испорченный сорт, ничего, он как писал, да, уже жалкие, нет, поверьте мне, вот эту веточку взять, там, где-то хороший росточек, перо с последнего года, выбрать, привить, и она будет такая чудесная, какая она была 37 лет назад, представляете, 30 лет благословения, каждый год, каждый год сумасшедший выражает, у меня же эти, когда были скупщики, сейчас они перевелись, вот, скупщики, как-то, а, в то время, они, первый вопрос, была с ранеткой, мне стыдно было, за ней деньги брать, лежит ковер, три слоя, под деревом, ковер из ранеток, как они хапали, почему, она была самая дешевая, на эту, а покупали, чуть севернее, выходит, да, почему севернее, западнее, там, это, Кузбасс, Восточный, Северная Кузбасса, и куда они привези, а они, оказывается, их разбирают только так, а как же, они же, это самое, они не знакомы, что такое ядохимикат, еще бы я ее бы, опрыскивание, заняться больше, ей надо вернуть, сейчас в этой зиму, ее Сергей вырубит, все, вот так вот, потому что, ему нужно место, в стране места нет, так, про это мы поговорили, сливы, то же самое, абрикосы, все оказались лучше, патриарха, вы это знаете прекрасно, все, вот, и меняются еще, еще, еще в разный год разный, то был ярко, алый стал, желтый, был желтый, стал красный, еще и меняются, как хотят, вообще, бардак какой-то, вот, ну, а вот это одно из, китай, вкусное, сладкое, слащавое, вот, три струки съешь, из-за этой сладости, лишней, даже есть, противно, ну, ценность до Сибири, необыкновенная, прерывать не надо, вот, скошенные здесь вокруг, их же никто не покупает, здесь вокруг были, корневые отводки, я когда-то по 300 рублей продавал, вот, серого к ним не подходит, с кашем просто, да и все, все равно никому не надо, а ведь корневые отводки, как их не любят, их ненавидят, а ведь это материнское качество повторяет, и вот это, черт его знает, вот эти плоды, они не знают, что такое прививка, вполне возможно, что вообще никогда их, там, бабушек, дедушек, никто никогда ни разу не привил, не мельчают, это их предел нижний, сейчас, секундочку, Даш, возьми телефон, я работаю, я тебя ругать буду, за Соньку, вот они, ранетки, вот только сейчас я показывал те ранетки, а эти ранетки, это самое, ой, я же про них рассказывал, все проехали, вот это, 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 и это, они все разные, но они, это самые морозойки, из тех, которые уже готовы к, приверьте на них, любого культурного сорта, в них гигиены культурные уже доложены, все, вот к ним уже, даже вот к этим самым мелким, уже не относится, то самое утверждение, что, а, сибирки, а, это самое, они не годятся, вот это, ждет вас, вот, и да, один человек, это я вынужден, заказал 150 штук, много, что заказал, сейчас скажу, Владимир Владимирович Иванов, яблони, сибирка, культурно, 150 штук, так, а он, находится, в ящике, почтовом, Сафронова, общий ящик, вы уж извините, что я отвлекся, он ждет от меня, ответ, что, это, что я готов, выслать 150 ранеток, не считая, тут много чего, в этих, сибирки, не считая, много чего другого, и не дождется, компьютер пишет, некорректный адрес, а вдруг он среди вас, фамилию я назвал, вот, еще расскажу, а то именно, пользуюсь случаем, он ждет, может, меня материт, а для чего я должен этого, 150 штук, это не шутки, это он получит где-то, до тысячи, а, все-то нет, ну, от полутыщи до тысячи, семян, но серьезный мужик, и зовут его Владимир Владимирович Иванов, так, пойдем дальше, вот такие я ему вышлю, вот, самое ценное из них, вот эти, видите, вот, гены пепина в них, или карсеновского пепинчика, или пепина шапранного, ну, где рядом растет, 40-50 метров же не в счет, вот, от моих пепинов, вот эти самые ценные, так, ну, в лучшем виде, я назвал питомник лучшим, благодаря вот таким вот, такой работе, это однолетки, я всегда горжусь, клянусь богом, однолетка, вот, так они выглядят, а почему показываю, ребята, хоть привиты, хоть, вот так вот отрезать, и в книге скульдюма, вот здесь вот идут красные черточки, вот так вот, вот так красные черточки, или так, или хрен вам, а не долговечное дерево, вот, как бы вы мне не доказывали, ой, как это самое, ой, как жалко, так, питомник, цветет войлочная вишня, скороплодность обеспечена, ой, это уже другая тема, вот, цветет, и вы скажете, ой, какой молодец, такое рано, это, абсолютно непригодный материал, держите за стулья, вот, вот перед вами груша, вот перед вами слива, абсолютно непригодный материал, и не был продан, почему, потому что, у него есть два, две причины, первая, им очень неуютно в этих горшках, и они стараются раньше дать потом, что знают, что им тут очень плохо, вы даже не представляете, что в этих горшках, так быстро пересыхает, почва, ну, это уже опять следующий вопрос, вот, я хочу еще рассказать, вот, если бы на нем не было бы, вот, это, как я знаю, если бы на нем не было бы цветов, это было бы еще более-менее полноценно, цветы говорят о том, что, или здесь, место соединения подвое с приводом, здесь неполноценно это, значит так, если бы не было цветов, все было бы нормально, вот, но, цветы говорят о том, что это дерево, хочет быстрее дать потомство, это плохой признак, или здесь, где шов, частичная биологическая несовместимость, вот, частичная биологическая несовместимость, и у него короткий век, вот, и никогда, когда он будет говорить, ой, какой замечательный, вот, никогда вы не это самое, не соблазняйтесь этим, здесь, вот видите, тут уже по-новому, вот, это уже следующее поколение, вот, распускается груша, вот, распускается груша, вот, вот, распускается груша, а вот это, неудачники, торгодники, вот, вы должны четко представлять, здесь были проданы нормально, один нормальный не был продан, сейчас вам, вот это касается и слив, вот здесь ясно проданы, вот здесь подсажены, вот здесь вот они развиваются, вот они, молодняк, вот, а вот это вот не пошел в тираж, почему? Потому что это култура, это самое, ну, второй сорт, третий сорт, ну, в общем, это не то, что не жилец, это замедленный рост, это маленькие урожаи, кандидат первый на умирание, вот что это такое, никогда не соблазняйтесь цветами, вот, единственное, которое, знаете, я вам покажу, он, он кривой, здесь все продано, видите, вон, молоднячок подрастает, нормальный питомник, а этот кривой не купили, вот, не хватает, может быть, сюда-то, вот он был притянут, но не получилось, вот он был притянут, его надо было со всей силы притягивать к этому колу, здесь вбить второй кол, и, наоборот, вверх оттянуть туда, сюда притянуть по 7, вверх оттянуть и делать ровно, с руками бы оторвали, смотрите, вот он, вот он же, видите, кривой, 10 крош на нем висело, 10 штук, вот, нормальные, полноценные, ну, а теперь сравнивать, это все в одно время, в одно время вот с этими, да, эти вот такие, вот мы прогулялись по питомнику, мне сейчас десяток человек буквально уговаривают, можем мы приедем, мы хотим с вами пообщаться, походить по саду, не могу, все, больше нету сил, вот, общайтесь, вот, Сергей на дальнем плане прививает, вот эти бутылки, под которыми день идет за два, за три, этими отличаются его саженцы от среднестатистических, которые в Сибири, ах, сибирский питомник, это здорово, когда сибирский питомник, ну, научитесь, в конце концов, обманывать природу, вот, что надо, прививки, вот, что нам делаются за столом, эти-то укоренены, сразу в рост, а представляете, саженцу прижиться надо, у него на нем торчит прививка, ой, а это, что им бояться-то, привили, еще посадить не успели, вернулась зима, да и по барабану, вот, вот, это особая фотография, речь идет о привитых деревьях, которые, если бы, допустим, в руки попало тем самым, который страшный садиста, он бы первым делом, он тут бы пока еще маленький, сказал бы, да, я очень, я не отрезаю ветки, я в этот момент ошмыгиваю, он бы тут, праны бы были маленькие, ну, было бы много, он бы вот это убрал, 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 это общепринятая практика, страшная, смертельно опасная, убрал бы, и вот отсюда где-то, а вы видели, даже высоты двух метров, мы же проходили, убирают, так, вот, вот это бы точно было бы убрано, вот здесь вот голенастый, вот, и он был бы наверху, и он бы раскачивался от ветра, бы чаще ломался, это же прививка, я говорю о привитых, вот, вот это дебилизм, когда прививка, это все почки в работе, когда кто-то решил, что часть из них не нужна дереву, дикость, глупость, непомерная, теперь то, чего не знает никто, вот, не знает кто давно со мной общался, а больше никто, дождь идет, видите, вот, самое сухое место, вот для чего листья, вот для чего их форма, вот почему их нельзя не ошмыгивать никогда, вот эта груша, она такая же слабая на выприваниях, как и абрикос, ей на все оставшиеся жизни нужно обеспечить сухой штамп и основание шейки, то есть шейку и основание штампа, сухое, все оставшиеся жизни, то, что считается загущение, вы только прорежете, она тут же заполняет со всех сторон, вы видели, устремляется этот инстинкт зарастить, спасти основание штампа, вот эту глупость совершает все, и никто, начиная с того самого 19 века, никто никогда об этом не догадался, вот, а я подобрал, начался дождь, я ждал, 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 чтобы показать вам, что, где мокнет, где нет, вот, что это святое, а корни там, вот туда и будут, вот это очень важно, и это касается, в первую очередь, привитых саженцев, а, привитый саженец, он слабее, вот этот шов хирургический, его губит, вот, он зарастает калусом, мороз только здесь ниже, по нему мороз сразу идет в верхнюю часть, менее, это, это, еще раз говорю, это калека, ну, давайте калеки хотя бы сколько можно, у меня калеки 30 лет-то живут, 30 лет-то живут, ну, естественно, что там все намного придумано, если бы я все выполнял, они были мертвы, уже оставишь покой, уже шансы растут, растет на своем месте уже, как вот, все это будет выкопано, один останется навсегда, и вырастает в огромное дерево, все по барабану, просто растет себе, а раз пересаживать, выкапаем, корни калечим, отрезаем вверх, вот это все оставляем, это святое, вот здесь отрезаем, потому, тем более, что у них голенастые корни, это манчжурские, ну, да, я даже не оговорился, уссурийско-манчжурско-китайская линия, это все идет вниз в виде стержня, так, выкапываешь корешков мало, и тогда я вообще вот тут отрезаю, и все равно вырастает мощное дерево, а кто думает, оставлю, если там страшнейшая ошибка, так, ну, что, получается, а, если смотреть вот на это вот, это, то, получается, мы ровно половину осмотрели, а прошло два с половиной часа, а впереди, я вам сейчас специально покажу, что много очень ценных советов от меня дождетесь, очень много, очень ценных, вот, вот это дурь, знаете, одно из величайших этих самых, как за один год вырастить, мы тут стояли с кордемом, так, вот это где-то на уровне, выше моих плеч, вот это, получается, где-то два моих роста, вот, пять месяцев, вот этому саженцу, не лет, пять месяцев, вот он, персик, слива, априкос, это все мы будем проходить, вот эту дурь, надо еще раз, еще раз надо, еще раз надо, вот, все это, еще раз надо, видите, вот это вот чернобаев, вот это прививки, и все, а вот эта дурь, представляете, сейчас бы, сейчас бы вот это, вот это все отрезать, отрезать, А он, Чернобаев, не такой же высокий. Это получается где-то вот до сюда. Это речь о привитых саранцах. Привит это. Ну разве он похож на конец опциона? Две почки было. К осени их стало. Я даже считать боюсь. В общем, все это будем проходить. И это, и это. Кто об этом знает, что птицы главный враг прививок? Понятия не имеют. А у меня птицы, ну я дружу, видите? Вот здесь и здесь. Миллион долларов. Может 10, но не меньше миллиона. И это все сгорит. Поняли? Это отношение науки. Ладно, поговорим в следующий раз. У меня много для вас еще. Много еще для вас. Вам вот такое. Когда вы закажете кого-нибудь, вам пришлют вот это. А я присылаю вот это. Сотни людей могут подтвердить, что я присылаю вот это, а не вот это. Не верхушки. Я нарвался два раза. Мне хватило в мае. Пять месяцев вот этим сожжаться. Вот и доброе скажу про науку, и плохое скажу. Что заслужили, то и скажу. Ну что, давайте еще тогда. У нас на вопрос-ответы много ушло, и на теорию много ушло. Времени. Вас научат. Элементарно, что надо обязательно намочить, даже об этом никто вам не скажет. Сколько этих самых. Да, так это элементарные вещи, и то о них не знают. Но, правда, они стали элементарные потом, когда я об этом начал. Опа. Что-то случилось. Ну ладно, в общем, поняли меня, да? Мы с вами еще будем разговаривать. Сейчас я попрошу Антона Валерьевича, опять получается трехчасовой. Сейчас два стола часа прошло, и на несколько вопросов отвечу. Просьба взять и показать вопросы, чтобы у меня они на экране были, я их не вижу. Это где перерыв? Пять минут давно прошло. А, уже иду, иду. Все, перерыв. Перерыв, друзья, пока тут налаживается процесс. Тимошке нужно это. Съезды глядеть. Съезды глядеть.